Выглядишь фантастически. Спасибо, я стараюсь. И спостягиваю желудок. И спасибо, что пришла к нам. Спасибо, что позвала. Всем привет, я Ида Гарич, а это Ксения Собчак, и к ней есть вопросики. Мы вышли на улицы Москвы, чтобы дать возможность людям задать любой вопрос нашей гости. Но сначала мы поинтересовались у них, а кто же такая Ксения Анатольевна Собчак? Давай посмотрим на экран, что они ответили. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, кто такая Ксения Собчак? Ведущая. Телеведущая, блогер. Баллотировалась президентой. Блогерша. Шоу-вумен. Ксения Собчак у нас великий блогер. Кто она у нас еще? Телеведущая, скандалистка, женщина, которая пытается всеми возможными способами привлечь к себе внимание. Ну, ведущая, блогер, еще кто там. У нее много профессий. А чем она больше всего популярна? Скандальная. Так, а чем она занимается? Всем подряд. Кандидат президента даже в свое время. Голосовали за нее? Нет. Вы знаете, кто такая Ксения Собчак? Конечно знаю. Кто это? Блондинка в шоколаде. Ведущая, Дома-2, блондинка в шоколаде и все прочее. Люди помнят все. Это же хорошо. И блондинка в шоколаде, да. И президента, и телеведущую. Несколько раз сказали, что ты достаточно скандальная персона. И есть первый вопрос у людей. Посмотрим. Почему она такая дерзкая? Слушай, ну не знаю. Я себя так не оцениваю. Мне кажется, что я внутренне свободный человек. Я живу и говорю то, как мне кажется правильно. Со стороны, наверное, люди это оценивают как дерзость, скандальность. Какие-то еще этому метки присобачивают. Но это же внешнее ощущение. А мое внутреннее ощущение, что я живу в соответствии со своим ощущением, того, что такое внутренняя свобода. Ты всегда такая была? Ну, наверное, не всегда. Но в каком-то уже подростковом возрасте, когда стал формироваться характер такой бунтарский, папа меня всегда называл «моя домашняя Чечня». Потому что реально так. Потому что я очень так в противодействии находилась. И так закалялась сталь. Но я могу спровоцировать что-то. Но я работаю таким методом зеркала. Я всегда говорю, ребят, ну, мое дело спросить, ваше дело ответить. И то, как вы отвечаете, то, как вы реагируете на реальность, говорит больше про вас, чем про меня. Молодость кожи, как зачетка в универе. Сначала ты на нее работаешь, а потом она на тебя. Как я уже говорила, поддерживать мою кожу чистой, в тонусе и без отеков мне помогает щеточка для глубокого очищения и массажа лица «Луна-3» от Форео. Уже, кстати, не первый год. К сожалению, подростковый румянец, ровная сияющая кожа и озорной огонек в глазах не навсегда. И если огонек возвращается каждую пятницу, то над остальным придется поработать. Невозможно качественно и глубоко очистить кожу, умываясь только руками. Вот эта сторона бережно очищает и отшелушивает кожу лица. Благодаря пульсациям гаджета «Луна-3» легко и быстро очищает мои поры, а нежные ворсинки убирают все загрязнения с ее поверхности. А ребристая сторона щеточки для тонизирующего массажа возвращает тонус и упругость моей кожи. Разглаживает морщинки и убирает отечность. Щеточка «Луна-3» – это инвестиция в апгрейд всего вашего ухода. Глубокое очищение и массаж способствуют лучшему действию всех ваших кремов. Попробуйте однажды и не сможете вернуться к старым привычкам. Проверила на себе, ссылка в описании. Еще люди говорили о том, что ты не только телеведущая, блогер, президент, а еще и такая лютая тусовщица. И в связи с этим есть следующий вопрос. Какая у нее была самая громкая тусовка в жизни? Твои видео постоянно в пабликах. Раньше ты где-то с Басковым на одном мероприятии, с Лазаревым на новой волне. Люди пьют, танцуют. У меня к тусовкам уже довольно давно, я думаю, лет как уже 6-7, очень профессиональные отношения. То есть, да, я много веду мероприятий, и много Баскова в моей жизни, и Киркорова, и Вани Урганта, и всех. Честно говоря, это большая статья доходов, потому что я веду много мероприятий, меня часто зовут, и это сопоставимо с ютубчиком. Я, конечно, пару раз в жизни, может, как-то сильно набухивалась, так, чтобы мне было прям потом. Но это крайне несвойственная мне форма. Я тебе не верю. А расскажи, какая самая была громкая тусовка в жизни? Все при чем, понимаешь, это не было темы, вот как сейчас пойти в бар вдвоем, там, выпить. Были темы больших клубов. Дягилев, Осень, Фест. Ты покупал стол. Стол стоил, там, 15 тысяч долларов. То есть, это, там, по нынешнему времени, миллион рублей ты покупаешь стол. И дальше мы приходили. Девчонок всегда в клуб, ну, там, со временем, тем более я уже была в этот момент, там, начинала свою светскую какую-то карьеру. Блондинка в шоколаде. Уже какие-то первые проекты телевизионные появились. То есть, нас пускали бесплатно, потому что платили за вход только, там, мальчики и пускали только тех, кто стол эти снимал. Дальше ты входишь, и у тебя, там, 20 столов, и это все твои друзья. И ты просто выбираешь, куда ты сядешь. Там, за этот столик. Зачем так больше пить? Поэтому, в принципе, да. У тебя еще, как бы, выбор. Ты сегодня будешь пить с Михаилом Прохоровым или все-таки с Махмудовым? Это, как бы, еще надо решить. Прекрасное время. Ты рассказывала, что часто работаешь на корпоративах, и есть у людей вопрос, связанный с этой темой. Я бы спросила у Ксении, какой у него был самый жесткий случай на корпоративе. Ну, такого, да, вот этого... Было? Бывало пару раз, да. Где-то в Сибири, я помню, значит, какие-то разгулявшиеся нефтяники пытались, значит, нас зафрахтовать на второй день. Но явно не ради второго дня, чтобы мы на ночь остались. А я понимала, что уже надо... Потому что все уже нажрались страшно. И, значит, ладно, мы еще день заплатим, пусть они еще завтра все поработают. Вот, и мы там ели как-то отходными путями, очень интеллигентно свалили. Но так это была там жесткая уже ситуация. Второй раз было очень смешно. Мы вели мероприятие у одной крупной компании, не буду ее называть, прям большая государственная компания. Они присылают, ну, то есть директору всю прокомпанию, официальный счет, серьезная корпорация все оплачивает в загородные, там, в своей загородной подмосковной резиденции. Мы приезжаем, я понимаю, что мы оказываемся в бане. Там накрыт стол, но я вижу, что там где-то люди в халатах ходят, понимаешь, там все. И я вижу, значит, Павла Волю, как сейчас помню. И я так прямо его так раз, я говорю, Паша, держимся вместе. Я сразу говорю, ты мальчик. Поэтому, если будут, будут вместе. Поэтому, я говорю, я тебя не отпущу. И мы конкретно с ним вдвоем. Вот так вот я в него вцепилась. Это в каком году было? Ну, не знаю, лет 10 назад, может. Сейчас это все сильно цивилизованнее, конечно, индустрия. Вот, а тогда, да, и мы реально провели мероприятие в бане. То есть мы сидели за столом, пришли люди в халатах, значит. После парилки. Да, и была программа, то есть там певцы все там пели, уважаемые артисты выступали. Мы выходили, вели, они там воблу ели. Было прикольно. Говоря про корпоративы и мероприятия, мы не можем не вспомнить про одно нашумевшее событие в нашей жизни. Внимание на экран. Давай. Сколько ей заплатили за свадьбу Моргенстерна? Как называлась твоя миссия? Что ты вела или была распорядителем? Я вела, и я была, ну, как бы у меня был образ вот этой тетеньки из ЗАГСа с причесочкой. Сегодня корабль поедет. Я зачитывала там поздравления жениху невесте. В общем, нет, ну, это было очень весело, потому что мы ездили за невестой, какие-то там караваи. Он на самом деле придумал очень, мне кажется, клевый формат. Я смотрела вот фото и видео в пабликах, все, что мне оставалось смотреть, благо крысы лазить по пабликам. Мне очень понравилось. Мне зашел формат, ну, и, то есть, мне никто не спрашивал, но мне понравилось. Мне дико понравилось. Я считаю, что ты была хороша, конечно, в этом костюме, как надо. Тебе заплатили за это? Смотри, я человек профессиональный, поэтому все, что касается меня, я могу либо рассказать, либо послать. А вот все, что касается чужих денег, ну, как бы, то есть это, я не могу за Моргенштерна решить, хочет он рассказывать или не хочет. У нас были какие-то с ним свои договоренности, но, как бы, я не получала санкции их озвучивать. Вообще, чтобы заказать себе Ксению Анатольевну Собчак, ведущей на Крепротив, много нужно денежек? Смотря для кого. Это не закрытая информация. У меня есть агент, пожалуйста, в Инстаграм зашли, позвонили, все расценки есть. Я просто, в принципе, считаю, что есть специальный человек, который, блин, до хера получает, чтобы говорить с людьми про деньги. Про деньги, я согласна. Я, как бы, говорю про творчество. Я тоже так всегда говорю, я про творчество, ребят. Знаешь, я была, однажды посещала со школы Устюг Великий, где Дедушка Мороз. Я говорю, Дедушка Мороз, сколько стоит с вами фотографий? Он говорит, девочка, доченька, Дед Мороз денег не берет, иди в кассу. Мы с тобой современные Деды Морозы. Людей не отпускала свадьба Моргенштерна. Есть еще один крайний вопрос про это мероприятие веселое. Вот была свадьба у Моргенштерна, и там Ксения Анатольевна вела эту свадьбу. И во всех СМИ написали, что приехала полиция, испортила всем вечеринку, и они искали наркотики. Так. Вопрос Ксении Анатольевны. Где в итоге вы прятали наркотики? Ну, я не прятала, я уже пожилой человек. То есть это не то, что я такая прямо прекрасная, что никогда и ничего в моей жизни не было, бывало, скажем так. Но сейчас реально понимаешь, что ты меня поймешь через какое-то время. Сейчас, ну, то есть просто ты, значит, это как должен уже за собой следить. Здоровье не то. Такие кардии. Да, поэтому уже не можешь себе позволить. Было и шалость. То есть ты ничего не боялась на нашей свадьбе, что если... Вообще ничего. Я даже была удивлена, вот я была свидетель, вот моя помощница, мы были удивлены, потому что там ходил человек и раздавал визитки очень участливо, что типа, ну, если вот, нужно завтра капельничку поставить, приехать, то все. А я так вначале не поняла даже, понимаешь, я говорю, в смысле, зачем мне капельницу ставить? Говорит, ну, мало ли там что у вас, вот вы позвоните. И мы с ней ржали, я говорю, ты понимаешь, за кого нас принимают, что мы входим в пол людей, которым кажется, что нужна капельница. Но полиция медами поразила это. Причем я думала, это подстава какая-то, потом мне уже мои операторы видео, что реально они сгрузились с этого катера полицейского. Обалдеть. Трэш. Вот так свадьба пела и плясала. И место этой свадьбы было. Но если что, я была залегала из легких наркотиков в моей программе президентской. Прошу этого не забывать. Ты бы, правда, легализовала все легкие наркотики? Ну, легкие, да. Ну, просто я, честно говоря, не вижу разницы, что люди ужираются водкой и покурили траву. Мне кажется, те, кто покурили траву, сильно более безопасны, чем вот эта история, которая периодически в телеграм-канале. Там муж зарубил топором жену, значит, во время пьянки, какие-то бытовые, бесконечные, какой-то трэш. Сергей Шнуров как-то сказал, на мой взгляд, гениальную вещь, что нужно в Госдуме ввести закон, что вообще алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать только людям с высшим образованием. Ну, потому что, правда, есть какая-то корреляция. Ну, то есть у меня много там было моментов в жизни, когда там, ну, ты напился сильно или что-то с тобой прям сильно, ну, бывает, да, со всеми. Но я не представляю, как дойти до каких-то состояний, которые иногда ты лицезреешь. И это связано все-таки еще, ну, скажем так, с человеческим материалом, на который попадает то или иное средство. То есть это, понимаешь, средство, да, но еще важно, как бы, в кого оно попало. Вот ты и дошел до финального испытания. Самое сложное задание. Тебе нужно сделать что-то, и не знаю что, но чтобы мне понравилось. Ну что? Не знаю, Антоша, думай, время пошло. Может быть, она хочет книгу? Да нет, наверное, не хочет. Может быть, она хочет приставку? Да нет, это я хочу. Может быть, она хочет что-то сладкое? Может и хочет, но не признается. А может быть, она хочет, чтобы я сделал подарок своими руками? Будем честны? Вряд ли. Хорошо, закажу ей подарок из Литуаль. Это всегда срабатывало. Тем более, доставка по всей России всего лишь за два часа. О, теперь еще можно заказать цветы? Беспроигрышный вариант. Я победил? Ты выжил. А спасла тебя служба доставки Литуаль. Кстати, по 31 октября включительно на сайте лету.ру действует дополнительная скидка 10% на весь ассортимент по промокоду Галич. Галич, мужчины не благодарите. Хотя нет, благодарите. Тем более, вы знаете как. Время перейти к следующему вопросу. Сколько денег зарабатываете, Ксения? Месяц? Да. Месяц, подочнение. Слушай, ну а это не закрытые данные. Ты понимаешь, у меня же теперь каждый год у журналистов праздник. Потому что они, им кажется, что они какую-то провели работу. Хотя это вообще открытые данные. Я же теперь жена чиновника. Это же... Я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать. И я говорю, Богомолова, как я попала вообще вот в эту ситуацию? Что теперь я вынуждена опубликовывать декларацию, потому что как бы есть страх, что чиновник что-то на меня перепишет. Ну как бы это не наша ситуация, понимаешь? Это единственная жена, на которой действительно не переписали, а сама заработала. Я самая богатая. Ты понимаешь, что... А дальше появляются статьи. Кто самая богатая жена чиновницы? Если раньше народ можно было раздражать, там типа, жена депутата Пупкина, откуда у нее 100 хрд рублей, если она в жизни не работала ни дня? То сейчас я испортила всю малину, потому что самая богатая жена чиновника – это Ксения Замчак. И тут сложно сказать, что мы эти деньги, знаешь, и у культуры, ну как бы нет. Ну так, а если все это открыто, сколько вы ответите молодому человеку красиво? Слушай, ну я не помню, но это сумма порядка там четырех с чем-то миллионов долларов. Ну то есть я просто, у меня бухгалтер есть, не то что я... В месяц или в год? Фу, у меня в секунду стало плохо. В месяц пока нет, но мы стремимся. Я вот так вот сейчас ползла. Мы стремимся. Слушай, ну круто, круто. И все эти Forbes, кстати, так интересно, они в этом году посчитали плохо. Они считают еще упоминания в СМИ. У меня был слишком тихий развод, слишком тихое все. Ни одного стандартного. Боже Бога, я вообще считаю, что ты в этом смысле большая молодец. Да, и спасибо. Я смотрела твое интервью у Гордеевой и прям... Тебе понравилось? Мне Гордеева, ты знаешь, после тебя я уже боюсь всех. Ты говоришь одно, ты говоришь, а вот это имеешь в виду? Ты говоришь, нет. Я говорю про... А вот ты так сказала, нет, подожди, я не закладывала. И ты вынуждена не сосредоточиться на своей мысли, а отбиваться, знаешь, потому что ты мне уже закладываешь двойной какой-то смысл. Про деньги поговорили, корпоративы больше обсудили. Людей интересует, какая Ксения Анатольевна в быту. Ксюша, когда ты последний раз готовила что-то своими руками? Ну вот я два дня или три дня назад готовила ужин Платону. Вот, он тоже был удивлен, честно говоря. И меня так это обидело, потому что, ну, мы... Все-таки я стараюсь с ним довольно много проводить времени, но я, правда, у меня как бы руки растут из одного места. Я вот не очень по этой части. Вот, но мне казалось, что это не так очевидно, потому что когда, значит, он сидит, мама, а ты мне сегодня будешь готовить ужин? Я говорю, да. И дальше, знаешь, пятилетний мальчик сидит такой, ну, он не может просто сказать, что, мама, я не рискну. И поэтому он такой, а что, у повара выходной, да? Я говорю, да, сынок, сегодня вот я тебе, да. Дальше. Мам, а вот если ты приготовишь что-то не так, то что будет? Поэтому это не моя сильная сторона. Он съел в итоге? Да, было очень вкусно. Ну, не то, что это было что-то сложное, то есть это так. Это была гречневая каша с курицей. О, ну, извините меня, тоже надо... Ну, курицу надо было просто подогреть, потому что Олечка ее оставила просто вот, чтобы я ее подогрела. Но я правда, слушай, надо какие-то вещи. Вот, например, там, я совершенно гуманитарного склада ума человек, поэтому там я про физику и химию не знаю ничего. То же самое я вот про готовку и вот это все. Это не вещи, которые меня вдохновляют. И, собственно, мои таланты лежат просто немножко в другой плоскости, поэтому... А муж не просит что-то сделать? Нет, он ненавидит это. Это вообще была первая вещь, которая мне очень понравилась. Мы стали встречаться, он говорит, я тебя умоляю. И я там... Я еще изображала вот... Идеальный женщина. Хочешь? То есть я там... Женщине, которая готовит, я там... Все, приготовь мне в холодильнике. И я вечером такая... Что ты хочешь у нас? Творог, курица, котлеты. Он говорит, я тебя умоляю. Я ненавижу, когда меня вот начинают вот кормить, пичкать еду. Я вот сам пойду, что-то возьму, если захочу. Не надо меня кормить. И это прям... И ты выдохнула. Я так думаю, какой классный. У нас началась тема семьи. И, значит, людей интересует тема, естественно, чего? Материнство. Внимание на экран. Я хочу задать ей вопрос, как она готовилась к материнству. Как вообще протекала у нее все это. Беременность. Ну, все мамочки на дела. Я, кстати, очень готовилась. И вообще это такая важная тема, потому что я же перфекционист. И я понимала, что это такой процесс, прямо ответственный, сложный. Вы не пили ничего. Нет, и что упасть? Да вообще не то, что не пила, ты не понимаешь. То есть я делала все, что нужно. Компрессионные колготки, чтобы, значит, вены и чтобы ходить было удобно. Каждый день, каждый день 9 месяцев бассейн и йога с дыхательными практиками. Каждый день. Потому что ребенку хорошо в воде вот все это плавать. Причем я до этого никогда не плавала ни до, ни после. То есть вот я плавала 9 месяцев. И все. Я ненавижу, в принципе, плавание. Это не моя тема. Но я вот прям каждый день спорт, каждый день какие-то вот в магнии лежать, обертывания. Потому что это напитывает, успокаивает, значит, вот это все. А как ты вообще узнала о беременности? Я себя плохо чувствовала, но я еще не понимала, почему. Потом вот я сделала тест, и я так... Тишина такая. А мужу как-то сообщила? А он понял, потому что я пошла в туалет такая очень такая. Ну сейчас уж что это? И такая, и тишина в туалете. Говорит, так, что ты там замолчала? А ты говоришь, тишина, у нас есть шапочка для бассейна? Ну, примерно. Ну, знаешь, мне было так херово. Первые два месяца это был просто ад. И это так ужасно, потому что потом все было хорошо, а тут ты еще никому не можешь сказать, что ты беременна. Ты худой, у тебя нет живота. Ну, ты не можешь встать вообще с кровати. Ко мне приезжала капельница через день. Просто кровь как бы. Потому что у меня какой-то просто... Ты как будто все время в диком отравлении. Это был кошмар. Два месяца. И мне приходилось врать. Я не ездила на работу. Я ничего не могла делать. И потом это как бы раз и все. У меня шаг было, что я полтора месяца спала. То есть или играла в Sony PlayStation. Мне так нравилось убивать зомбаков. Я проходила какие-то игры. Sims дома строила. А потом как у тебя просто раз. И вот я покупаю дом. Знаешь, сколько я работала. Почему бы нам не купить домик? Какой-то вот еще был момент, когда поняла, что я теряю мозг. А ты пела? Страшно. Это просто конкретно ты понимаешь, что ты как корова. Мне еще Айза рассказывала. Она говорит, ты не пугайся, ты станешь тупой. Я говорю, в смысле, Айза? И в какой-то момент я села в машину и не могла вспомнить, куда я еду. Или я приехала только что, или я выезжаю. И куда мне нужно двигаться. Это я тоже помню. Я переставала формулировать слова. А это ты не всего выделяешься, да? Специально, чтобы ты думала только про плод. И вот ты защищала. Я не знаю, что выделяется, но тупеешь страшно. Это надо понимать. Так что, девочки, если вы чувствуете веское потупление, скорее всего, вам нужно в бассейн. А вообще в дальнейшем в твоей картине мира есть и место для еще ребеночка? Слушай, ну не знаю. Но я бы, наверное, хотела, конечно. Но там уже как получится. Честно тебе скажу, у меня беременность, ну вот вторая часть, она была легкая. Но роды, это, конечно, адский ад. А то я жала самостоятельно, да? Да. Все рассказы про милоту беременного состояния и родов, это какая-то глобальная нахерка. То есть как бы реально это не так. Это музыка, свете, когда массаж, знаешь, кому-то шампанское приносит. То есть может в 20 лет это иначе, но вот я рожала в 35, и мне уже было тяжело. Так конкретно тяжело. Ты только из-за этого не рассматриваешь там? Не, ну я не то, что не рассматриваю, но я просто, ну, как сказать, наверное, знаешь, называется и хочется, и колется. Но, конечно, хочется больше, потому что когда это у тебя есть уже, это счастье, ты, как бы это банально не звучало, понимаешь, что ничего вообще круче нет. Вот этого ощущения, когда тебя утром будят, когда вы домики лего строите, когда книжку читаете, там он стихи выучил, ты смотришь, гений. Вот смотришь на Константина и думаешь, блин, вот родить бы ему богатыря. Нет, я смотрю на Константина и думаю, что такая генетика не может пропадать. Ты в теории за, а муж тебе ничего не говорит по этому поводу, что Ксюша, возможно, пора нам. Ну, слушай, это такая личная тема. Маленького богомольчика. Поэтому я думаю, что будет-будет. Я тебе подарю лично абонемент в самый дорогой бассейн. Все, за язык тебя никто не тянул. Ты не представляешь, насколько можно найти дорогие бассейны. Давай еще поговорим про ребеночка, потому что интересует наших зрителей вот такой вопрос. Ксения, как вы воспитываете своего ребенка? Именно вы? Не в няне, не в муше, не в бабушке. А как вы? Ты много проводишь не времени. Ты сказала, что стараешься. Ну, слушай, мне кажется, что немного, вот так. Но, условно, объективно стараюсь проводить много. И вижу, по сравнению с тем, как это делают другие рабочие мамы, что, ну, да, довольно много. Есть же еще тема качества времени. То есть не количество, а сколько ты там с ним просидел, будучи в телефоне, играю там. Ну, да. А час ровно с ним, он оценивается больше, чем 4 часа в телефоне рядом с малышом. Это правда. Как лично ты вот воспитываешь своего ребенка? Слушай, ну, я стараюсь, в общем, не запрещать ему вот просто так каких-то вещей. Но, с другой стороны, я не поддаюсь на манипуляции, да. То есть я... Как у тебя получается? Вот у меня он плачет, и я не могу, у меня все... Знаешь, я даже плакать начинаю иногда, что он плачет. Ну, может, потому что он маленький. Нет, ты знаешь, я как-то, во-первых, чувствую, когда он плачет по-настоящему, а когда он манипулирует. Ну, мне кажется, как любая мама. Ты же знаешь, когда вот он реально сейчас, он плохо, когда он там на тебя смотрит. И как бы это... Да с рождения ты понимала? Ну, я, слушай, я много читала книжку, пока я была беременна. Мне делать было нечего в последние месяцы. Я много читала психологических каких-то пособий. И когда я поняла вот эти механизмы, мне стало легче ему условно отказывать. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что ты делаешь хуже своему ребенку, когда вот он плачет, а ты усиливаешь его желание плакать, идешь у него на поводу, то ты понимаешь, что ты портишь его характер. То есть, я очень в этом смысле спокойно объясняю, почему вот так все равно не получится. Ну, он же постарше понимает, да, может. Мы же сразу решили, что он будет спать отдельно, потому что потом ребенку психологически очень тяжело вот этот разрыв. Да, так как бы он потом начинает воспринимать, что это как будто его отлучают, да, это болезненно. То есть, мы сразу вот, что у нас всегда было, что он спит в своей кроватке вот с самого начала. Ты можешь с ним сидеть, там, чтобы он засыпал, там, гладить, но он знает, что вот он спит один. И мне кажется, что это правильно, потому что вот сейчас уже ему почти пять лет, это дает свои плоды, то есть, он спит без света в комнате, у него спокойные ночи, там, он может проснуться, прибежать, но это очень редко происходит. В общем, мне кажется, это важно. То есть, такие золотые правила, не вестись на манипуляции. Ну да, я никогда, то есть, не вестись на манипуляции, не пугать ребенка. Вот тоже это такая вот самая распространенная ошибка, что, например, ребенок падает, и ты... Вот это прям нельзя делать. То есть, он упал, даже ты видишь, что у него там, не знаю, расцарапаны коленки или что-то серьезное, ты, наоборот, должен его поддержать. Да ничего страшного, нормально. Она, дед, хорошо бежала. Давай, хорошо, посмотри, вон, птичка полетела красивая. То есть, как бы, вот мы иногда нашими вот этими... Как? Что с тобой? Вы только, как бы, ребенок на нас смотрит и понимает, что-то не так. То есть, вот такие вещи... Да, понимаю. Если ты знаешь, что это не про твой эгоизм, а про то, чтобы ему было хорошо, да, мы очень часто делаем что-то, что нам кажется хорошо для ребенка, а на самом деле мы просто эгоистично делаем то, что, как мы чувствуем, да. И вот я стараюсь с этим бороться еще. Ну, плюс, он очень правильно питается у меня. Вот, это тоже важно. То есть, я стараюсь уже сейчас... Я ему периодически разрешаю там торт съесть, еще что-то на праздник, чтобы он не чувствовал, что он прям вообще не может. Но этих продуктов, вот сахара нет у нас в доме в варке. Вообще сахара нет? Ну, то есть, нет, только природные. Фрукты. Во фруктах, то есть, он не ест ни шоколад, ни тортики, никакие соки концентрированные. То есть, ничего, где есть сахар в ненатуральном виде. Но при этом, когда какой-то праздник или что, то есть, мы не запрещаем, чтобы не было ощущения, что все дети едят, а он нет. То есть, а на праздники он не приходит к своему тортику? Да, но он на праздниках, как ни странно, вот пока, во всяком случае, видимо, у него такие вкусовые рецепторы уже, он очень спокойно кладет. То есть, он не набрасывается на этот торт, но он съедает, ему, видимо, он, так говорит, очень сладко. На Кока-Колу он вообще, к моей радости огромной, сказал, что фу, как это невкусно. Я думаю, Господи, хоть бы это продлилось. Но мне вообще кажется, что пищевые привычки, они все формируются в детстве. И очень важно, какую пищу ты ребенку даешь, насколько она правильно. Если ты сам ешь еще, потому что, если ты даешь ему суперправильные снеки, знаешь, и там тефтели на обезжиренной индейке, а сам в это время точишь чипсы, запивая газировкой, конечно, у него не выработается такая привычка. Нет, он наоборот, у него главное это. Мама, почему ты всегда ешь гречневую кашу? У меня, правда, всегда эти лоточки с гречкой. Ты любишь гречку или просто... Да, обожаю, но и плюс это очень полезно. Сейчас будет последний вопрос, касаемо твоего ребенка, сори. Ксения, я бы вас спросила, а как ваш нынешний муж относится к вашему ребенку? Странно, что она такая счастливая в этот день. И вдруг так явно как-то у нее что-то не... Слушай, ну прекрасно относится. Он вообще очень, Костя, очень любит детей. И он потрясающе общается с ними, не только с Платоном. То есть это поразительное умение большого режиссера, не только артистов заставить делать то, что ему нужно, но и детей. У него, причем, какие-то свои подходы к Платону. Но они очень дружат. И, в общем, и с Аней очень дружит Платон. Они часто вместе. Он все время о ней спрашивает. И то есть как-то это очень все органично и хорошо. Ну, хорошо. А как ты их знакомила? Ты помнишь день, когда ты все-таки решила привезти, представить маленького мужчину? Ну да, помню. Ну, ты знаешь, первый раз Платон и Константин познакомились по делу, потому что у Кости был очень хороший остеопат. А у Платона, ну, у него там есть небольшая там проблема, да, такая несерьезная. И, в общем, я хотела, чтобы остеопат его посмотрел. И, в общем, это исправил. И вот мы поехали к остеопату. С Константином. Страшно. Вдруг почему-то начал скандалить и не хотел ложиться, значит, на этот стол. И Костя как-то очень спокойно его уговорил это сделать. Очень быстро. И я была в шоке от того, как это все. Он очень придумал классный способ. Он сказал, все, нет, а ты больше не ляжешь на этот стол. То есть он, я не хочу, я не лягу на свой воду. Это не больно. Я буду рядом. Тебя, ты что? Ну, как бы. При том, что он вообще не капризный. Он очень, ну, как бы он все всегда делает. Это ребенок, с которым идеально летать, идеально сидеть в ресторане. Он абсолютно не право вот устраивать. Тут вдруг как-то вот он, конечно, увидел остеопата в халате и испугался, что врач, вот это все. И Константин говорит, а все, а ты не ляжешь. Теперь я лягу, это теперь мой стол. И он лег. Естественно, через уже пять минут. Ну, встань со стола, я хочу лечь. Нет, не встану. Ну, встань, ну, пожалуйста. И сам лег, да? Слушай, это фантастический подход Константина. Супер, спасибо тебе за ответ. Переходим от деток к любви. Ксюша, часто ли вы ругаетесь со своим мужем? Слушай, ну, не часто, но всякое, конечно, бывает. Ты, наверное, очень скучно не знаешь. Ну, не бывает такого. Слушай, все люди просто, это разная форма конфликтов. Кто-то бьет посуду, кто-то там хлопает дверью, кто-то просто копит внутри, а делает вид, что все хорошо. Но любое человеческое взаимодействие с лучшей подругой, с мужем, с мамой, оно подразумевает какие-то конфликты. Другое дело их количество, пропорции. Как ругается Ксения Анатольевна Собчак? Посуда бьется, ножи летают, я не знаю. А я тебе так скажу, смотря с кем ругается. Мы говорим про мужа сейчас, с Константином. Ты, когда про него говоришь, ты знаешь, ты даже, у тебя голос меняется. Ты такая сразу нежная кошечка. Да, нет, я с ним очень лайто ругаюсь. Мне кажется, ты ни разу к киномате ему не показывала, да? Нет. Один раз было. Не буду сразу, не пытай по какой причине. Не буду. Но я наорала так, причем так, как я никогда так себя не вела. А тут, причем это было по телефону, потому что, значит, как бы я не общалась, а по телефону в какой-то момент меня прорвало. Я потом, я сама была в ужасе, потому что я прямо... Ты извинялась потом или ты по делу на него накричала? Я по делу накричала, но мне было очень стыдно, потому что я сама испугалась как бы от формы. Нет, ну это вот один раз такое было. Сейчас мы уже так смеемся на эту тему. Всегда, то есть бывают такие вспышки, но это на полчаса. Вот так, чтобы мы там день не разговаривали, такого я вообще не помню. Ни разу такого не было. Это супер. Это классно. И не забываем, что секс после ссоры лучше любой ссоры, да, как говорят? У меня нет, у меня никогда такого нет. Почему? Ну так не работает. То есть у меня вот, я всегда удивлялась, что люди говорят, что после ссоры у них классный секс. Нет, у меня прямо наоборот, это вызывает негативные ощущения. Да? Не люблю, я люблю, когда все хорошо. Вот все хорошо, у меня шикарный секс. Когда у меня конфликт, меня это не заводит. Меня это наоборот, я должна еще как-то... Подостыть. Как бы я конфликтный человек в жизни по поводу работы, по поводу каких-то там, я перфекционист. Но я в личных отношениях в принципе не очень конфликтна. То есть это касается не только Константина, вообще у меня какая-то жизнь была. Я не могу сказать, что я вот прям славлюсь какими-то невероятными скандалами дома. Нет. Потому что я когда понимаю человека, понимаю его мотивацию, мне очень легко, я считаю, что это вообще большой мой такой, моя суперсила. Я умею себя поставить в чужую позицию. Это вообще, оказывается, это мало кто умеет делать. Очень мало, правда. Да, и люди в основном ссорятся, потому что они не понимают мотивацию другого человека. То есть им кажется, что, ну, условно, там, он огрызнулся, потому что он мудак. И они почему-то не могут понять, что он огрызнулся, потому что ему показалось, что шутка там про карлика имеет к нему отношение. Или потому что он устал на работе, и ты не вовремя что-то. А как только ты, а у меня как у врача, я сразу, то есть я чувствую там перемену тона или что-то, и я сразу начинаю причину искать. Я так-так-так-так, а, ну, это ж поэтому, ну, понятно. И у меня это совершенно как бы уровень. Идеальная жена, Ксения Ательница. А ты знаешь, да, я вот так считаю, что я, кстати, неплохая жена, реально. То есть готовлю я каши херово. Дома-балетка. По дому не убираюсь, но жена я реально хорошая. Я суперменеджер дома. Но я все организовываю. То есть я человек, который, если я приду в ресторан, и мне понравится какая-то там вещь, я пойду к повару, перепишу и буду заказывать ее потом домой. То есть у меня в доме идеально. У меня продукты, которые я вот там собираю всю жизнь по разным поставщикам. Салфеточки там, тарелочки. То есть у меня менеджмент дома очень крутой. Я прям много в это вкладываю сил. Мне это нравится очень. Последний вопрос. Связанный с твоими личными отношениями, есть в наших зрителей. Давай, жги. Кто у вас в семье главный, Ксения Собчак? А, ну это Константин Юрьевич, конечно. Да? Конечно. Ты не топаешь, не говоришь, что будет либо так, либо не так? То есть вообще нет. Ты понимаешь, я могу топать и говорить так или не так, когда я сталкиваюсь с сознанием меньше, чем мое. Но это же естественным образом происходит. То есть условно, у меня так часто бывает, например, какой-нибудь проект. Человек говорит, да я вот, я говорю, вы уверены, что вы понимаете, что вы делаете? Ну не знаю, что угодно это может быть. Человек говорит, да конечно, я в этом профи и профессионал. А потом ты наблюдаешь, и ты понимаешь, он ни хера не понимает, и ты начинаешь вмешиваться. Потому что ты видишь, я не знаю, бывало у тебя такое, понимаешь, что не туда вы рулите, и при рулите не туда. Ты это видишь, и человек это еще не понимает. Ты понимаешь, что твой процессор быстрее. И тогда ты, конечно, берешь это все на себя. А когда ты сталкиваешься с человеком гораздо умнее, чем ты, гораздо образованнее, гораздо лучше понимающего жизнь, психологию, то ты радостно говоришь, господи, неужели я нашла человека, которому я могу доверить быть главным. И я это с таким счастьем делаю, потому что я могу сказать, что я беру очень много на себя ответственности в разных сферах, но я не делаю это с удовольствием. То есть я была бы рада, если бы на канале «Осторожно, Собчак» появился главный редактор, который сказал, «Так, ребят, я вам сейчас здесь все сделаю, и будет вот». Но просто таких людей, как бы, они не появляются, поэтому я это тащу. А дома у меня такой человек есть. Ой, прекрасно. Даже глаза у тебя ярче будут становиться. Ну, это правда. Все так приятно, когда с тобой мужчина, которого ты уважаешь и понимаешь, что он круче тебя. Мне кажется, да, очень важно уважать человека, с которым ты живешь. Это очень важно. Мы переходим от нынешнего к бывшим. Внимание на экран. Ксения, вы следите за своими бывшими в соцсетях? Да, конечно. А что и он за мной? Мы лайки друг к другу ставим. Со своего аккаунта ты следишь? Конечно. Я на него подписана. А как? Я даже пишу ему иногда. Ну, это вот бывший муж, а вот другие бывшие какие-то там, с кем-то, может быть, нехорошо расставались. А, нет, больше ни за кем не слежу. Я даже не знаю, есть ли у них аккаунты. Никогда тебе не было интересно? Так это все давно было. Я замужем была, прости господи, 6 лет. А, ну да. И за это время, собственно... А, ну все это, все остальное, это как бы... Ну, а с Витальганом, то есть... Уже при царе горохи, понимаешь? Я-то живу долго, поэтому, ты знаешь, всех бывших, если за ними следить, то времени не хватит свободно. Поэтому... Не, ну я, кстати, ты знаешь, я со многими сохранила очень хорошие отношения близкие. То есть мы переписываемся, поздравляем друг друга с днем рождения, там уже все поженились, дети, семьи, как-то все это... Ты сторонник того, что можно закончить отношения позитивно? Ну, конечно. Конечно. То есть, знаешь, иногда бывает, что ты не можешь в моменте их закончить позитивно, но я считаю, что вот у людей нормальных, у них вот когда уходят эти первые эмоции, да, то дальше благодарность к совместной жизни, к тому, что было, она должна перевесить вот тот негатив, который случился в самом конце. И, ну, мне кажется, что это так и должно быть. То есть я не верю в то, что, вот, знаешь, в момент расставания всегда больно, и всегда это какой-то хотя бы у одного человека точно будет обида, понимание, что его там в чем-то, как ему кажется, обманули, не оценили или еще что-то. Но дальше жизнь идет вперед, и через какой-то момент должна остаться благодарна. Но я даже не умею второй аккаунт, то есть это надо еще один инстаграм, что ли, закачать? Ума старушка. Я реально не знаю. Мы, наша программа поможет тебе. Ксения Собчак разобраться. Мы придумаем тебе, допустим, там, Лена Ногти Питерна. Студия Загара Владикавказ. Лена Ногти Питерна, это отлично. Спасибо за ответ. Предлагаю просто сразу посмотреть на экран. Были ли в ее жизни когда-нибудь измены? Были ли в жизни Ксении Собчак? Ой, ну, наверное, но я как бы не очень в курсе. Ну, явно. И когда ты за руку ловила кого-то когда-то? Ну, было. Парочку раз, да. Парочку раз? От одного человека или от разных? От разных. Но это очень давно. Нет, один раз я выследила. Это было еще в Питере я жила. Я выследила и что-то пришла в стриптиз-клуб. Но это не была измена, это были стриптизерши в стриптиз-клубе. Да, это были там какие-то приват-танцы, и тут врываюсь я. Вот, ну, я не знаю, можно это считать изменой. То есть человек написал, что он поехал там типа на деловую встречу. Я как-то поняла, что это деловая встреча будет в стриптиз-клубе. Вот, ну вот такой был эпизод. Тут врываюсь я своим номером, слышишь? А второй был эпизод. Я не знала, кстати, что был такой факт. То есть это очень прикольно, что так как я уже не была тусовщицей довольно давно, я очень часто, например, вот мой молодой человек продолжал тусоваться, а я ехала домой спать, потому что мне это все... И это прям часто было. Я слышу, что я там уже в час дрыхла, а он мог приехать там в пять утра. Ну, любил тусоваться, в этом не было чего-то такого. Вот, и там один раз он приехал, и что-то у него с ногой было, то ли перелом, то ли какой-то вывих. И я так испугалась, и значит, все, надо вызвать рентген срочный, поехала, все. И потом уже, когда мы расстались, прошло много лет, он мне говорит, знаешь, вот мне одна вещь стыдна до сих пор, что я вот в тот вечер, первый раз, собственно, у меня там кое-что было, и говорит, и я приехала с таким чувством вины, а ты еще с этой ногой рентген поехали в скорую помощь. Говорит, и я прям все, я в аду, я понимаю, что просто... И я так, даже через много лет я возмутилась, и говорю, что ты, сука, хорошо, что я об этом узнала только сейчас. Какой! А это не бьет по самооценке? Просто там даже... Ну, вообще нет, ну как, какая разница? Я вот даже вот, я все не понимаю этого. Ну, слушай, всегда будет кто-то красивее, моложе, губастее, грудастее. То есть это же про другого человека и про ваши с ним отношения. В отношениях уже тогда была какая-то херня, честно говоря. Поэтому неудивительно. Но это ты понимаешь спустя уже долгое время. А ты когда-то изменяла? Следующий вопрос, как говорит Анастасия Юлиева. Мы все поняли. С изменщицей Ксении Анатольевной мы разобрались. А еще один, кстати, очень интересный вопрос. Ксюша, была у тебя когда-нибудь безответная любовь? Была, конечно, в школе. В школе? Да. Я влюбилась во второгодника. Тряпка, знаешь, такая мокрая, смелая, вот, которая вот доску вытирала. Волючая. И он вот этой тряпкой прям в лицо, вот так вот, я помню, там, мне делал. И это была страшная безответная любовь. Вот. Он был, ну, такой, знаешь, бугай, то есть второгодник. В него были все девочки влюблены, ну, и вот, я тоже, так сказать, с общим скопом. Ты вот у него была влюблена. А ты была популярная девочка в школе или? Так, не очень. Ты знаешь, я была популярная, но у тех мальчиков, которые мне не очень нравятся. То есть на меня западали какие-то такие хорошие, интеллигентные, из хороших семей, воспитанные. Да, и мне это все было вообще не надо, мне нравились такие вот. Тебе подавай тряпку в лицо. Трэш, да, мне нравился трэш тогда в школе, и это было прямо. А первый свой любовь помнишь? Да, конечно. Это парень был, я была еще в школе училась, но он был не из школы. Он был старше тебя? Старше, да. А ты была в одиннадцатом классе, надеюсь? Я была, ну, когда мы познакомились, я была, по-моему, еще в десятом. Но уже у нас какая-то такая началась история в одиннадцатом. Мы долго встречались, он ухаживал. Потом, значит, у нас были какие-то истории расставания, ожидания. Года три у нас такие большие отношения. С десятого класса до первого твоего курса, получается, да? Ну да. Все, закончили тему отношений, не мучим тебя. Давай поговорим про другие очень волнующие меня и зрителей темы. А что, еще есть что-то волнующее? Да. Удивительно. Я не представляю. Наверное, я бы больше интересовалась ее в прошлом. Вот она была блондинкой в шоколаде. Соответственно, вопрос, что ее сподвигло вообще организовать эту блондинку в шоколаде? Она просто Пэрис Хилтон решила копировать, либо свой контент? До «Блондинки в шоколаде» было шоу Пэрис Хилтон, где она ездила в деревню вместе. Она стала тоже известной. Да, с Ричи. Вот они вместе ездили. И, значит, там животные доили коров. Ну, в общем, блогеры и дороги. Вот, значит, вот это все делали. И, соответственно, вот потом было мое реалити-шоу. Но я придумала его, не глядя на нее. То есть у меня вообще была другая идея. У меня была именно идея, наверное, ближе к тому, что потом уже через 10 лет сделали Кардашьян. То есть идея такого прям жизни преувеличенной с элементами трэша, преувеличенными скандалами, преувеличенным пьянством. То есть все такое. Ты как бы берешь персонаж и ты его утрируешь. И это в каком-то смысле ты, но в каком-то это, конечно, не ты, потому что это такая театрализованная, гиперполизированная версия тебя. И я до сих пор очень люблю этот проект. Я ощущаю, что это суперпанк, особенно в то время в России. Вот это все. Все обсуждали. Одеться конем голой, мастурбировать в ванной, какие-то обсуждать сексуальные темы. Это настолько казалось вообще диким и невозможным для телека того времени, что мне кажется, это суперкруто. Переходим к следующему вопросу. Ну, есть такой вопрос. Ксения, для кого вы не рукопожатный? О-о-о-о! Реакции мои просто... Слушай, я не слежу за этим. Ну, наверное, есть какие-то люди. Я вообще вне этой темы. Понимаешь, для меня тоже нету нерукопожатных людей. Есть люди, которые мне кажутся странными, кто меня веселит. Но я очень против, знаешь, вот этого пафоса. Вот я ему не подам руки. Вот это прям для меня максимально не мои энергии. Мне кажется, что это про какие-то человеческие самоутверждения, желание выйти в белом пальто на сцену. И это прямо вообще не моя тема. То есть нет человека, которому ты при встрече... Да нет. Есть люди, кого я там не люблю, презираю, ржу над ними. Ну, Соловьев, например. Но при этом, условно, я не буду, увидевся, подонок и выходить. Нет, я с ним. Здравствуйте, Владимир Рудольфович. Я вообще считаю, что это максимально далекая от меня тема. Поэтому наверняка есть люди, которые меня считают нерукопожатной. Но я не живу вообще в этих, как бы, энергиях. Я настолько, в принципе, считаю себя целостной, что ко мне не может прилипнуть говно от того, что я там где-то окажусь, где говно рядом. И я не вижу в этом проблемы. Я не соотношу себя с миром с точки зрения того, что я должна быть в правильном окружении людей. Я только общаюсь с правильными людьми. Я ношу только правильную одежду. Это все от неуверенности, когда люди хотят быть с каким-то, с каким сообществом, действовать по правильным нормам. Я не без ревности предложу тебе посмотреть следующий вопрос. Давай. Да, почему они с Евлеевой все-таки поцеловались? Очень интересно. Все уже есть в интернетах наших и ваших. Слушай, ну это как-то было такое настроение, потому что это клевая, а Маша вспомнила Тину Канделаки. К Тину Канделаки ты как-то вот еще повернулась. А здесь ты вот реально вот так стоишь, она тебя вот так вот целует вот отсюда. Не знаю, мне кажется, вполне я тоже как-то поучаствовала в процессе. Кто лучше целует, Тина Канделаки или Настя Ивлеева? Провокационный вопрос. Но сейчас, конечно же, отвечу Насте Ивлеевой. Это было недавно, я это помню, и это было прекрасно. Мне кажется, во всем, что я лично делаю, я не знаю мотивов Насти, должен быть какой-то смысл. Вот я в этом действии увидела некий большой смысл. Какой? Ну слушай, мы живем в стране, где очень тяжелое отношение вообще к ЛГБТ-сообществу. Дикое отношение, и я категорически всегда против этого выступаю. И в этом смысле я поэтому, кстати, к Насте тоже пришла. Я считаю, что она делает большое дело, показывая, например, травести культуру. Потому что это важно. Может, в другое время, в другой стране я бы это не сделала. А здесь мне это кажется в том числе важной темой. Поэтому почему бы не привлечь в том числе и к этому внимания? Вы, Ксения Анатольевна, женщина экспрессивная. Только дома вы не критите, а в других местах ходят легенды. Бывает, а я тоже не скрываю. Поэтому вопрос. Ксения Анатольевна Собчак, на кого последний раз вы поднимали голос? Отвечайте, Ксения Анатольевна Собчак. Сейчас это каждый день происходит, поэтому я про вспомненных. Да, ты такая из тех, кто... Ну да, у меня... А, сегодня на водителя сегодня досталась. Очень. Ну потому что вот как бы это вопрос же про всегда вот что меня взрывает. Меня взрывает не то, что человек там постарался, не успел, не сделал. А когда человек вообще не думает. Вот как бы вот он не думает, потому что ему похер. Я на какблоках выхожу, иду, ну как по тротуару там в определенное место. Выхожу. Ну и как бы водители всегда предупреждают, что сейчас я выхожу, чтобы он подъехал. И он стоит, вот идет дождь, значит, и там газон вот такой. Ну вот размером, как вот до этого экрана, до вот этих стульев. Вот такая линия газона. И он стоит за газоном прямо. И мне надо вот так вот обойти, обойти. И он почему-то не стоит там, где есть асфальт. И можно из асфальта красиво сесть в машину. Он стоит у газона. Я говорю, Влад, а вы вообще о чем думаете? Вот вы же, ну как бы, вот вы же видите, я выхожу. Вот вы считаете, я пойду по газону? То есть вот как бы вы на что рассчитываете? Почему вы не встаете там, где удобный сход на асфальт? Почему вы как бы ставите так машину, что я должна вот так вот обходить вот так по газону, а потом еще ждать, как вы от этого газона отъедете или приедете и так далее. То есть вот это я прямо, да, каюсь, но у меня вызывает, то есть когда люди не думают, а это его работа, то есть понимаешь, мне кажется, что, ну как бы я вот в своей работе так пытаюсь действовать, что вот если у меня есть какая-то задача, я ее со всех сторон буду думать, обсуждать, как сделать лучше, как правильнее, что-то менять, чтобы что-то получилось лучше и лучше. И да, иногда у меня не получается, но я всегда стараюсь сделать максимум. И мне очень жалко, что довольно много людей живут по принципу, как вы расслабляетесь, а я и не напрягаюсь. И я очень это не люблю. Вообще люди в очень большом количестве находятся в таком постоянной вате немножечко. Да, ну это сейчас сделаем, это сейчас принесем. Я люблю, когда люди в тонусе, понимаешь, вот все время. И это для меня важно. Вот, видишь, как я сразу даже пришла в эмоции, потому что это правда какой-то, я не понимаю, почему вокруг столько вялых людей. Вот прям вялых, понимаешь, люди живут в вялом тонусе. Они проживают так, сука, все свои жизни. Для меня это, я помню, как ко мне пришел устраиваться на работу человек арт-директором журнала. И вот он как сел, я говорю, ну покажите свои работы, и он так, знаешь, он сел, вот так, вот так, это сумку, и долго, и потому как он, я уже сразу поняла, что мы не сработали, я говорю, спасибо, собеседование закончилось. И мне говорят, ну а вдруг у него бы были хорошие работы? Я говорю, да мне все равно, даже если он гений. Я не готова, ну то есть это, да, моя экологичная среда. Я ненавижу людей медлительных, и вот как бы в расслабленном, они все время в ощущении, что они покурили траву, все легализовали, и они все время в вате, как бы. Вот это вообще для меня убийственно, потому что я человек реактивный, быстрый. Я люблю, когда люди соответствуют мне. Для меня это важно. Ты знаешь, было огромное количество вопросов про одного важного человека. Про Путина или про Кадырова, сто процентов. Ксения Анатольевна, у вас Путин в гостях дома был? Нет, к сожалению. Не был? Не разу в жизни? Не разу в жизни. Это была маленькая? А, нет, когда маленькая была, я имею в виду, уже сейчас во взрослой жизни не приходил. То есть тогда? Ну он не у меня тогда был, он у папы моего был, это все-таки есть разница. Просто мы жили в одном доме с папой. Сейчас не приходит? Сейчас не приходит. Ну расскажи, маленькую Ксюшу, а он на коленках держал и так? Да я не была такой маленькой, понимаешь, это красивый образ. У меня было тогда уже лет 13, и в принципе главная идея была куда-то уйти на дискотеку. Поэтому не то, что у нас была какая-то зона совместных интересов. Не, ну мы же долгое время общались, так сказать, с семьями. То есть я, не знаю, мне кажется, я так вот с цифрами у меня полная фигня. Ну лет с 9, наверное, до там 15. И сладости приносил, конфеты тебе нес, да? Ты знаешь, нет. Нет? Владимир Владимирович. Наоборот, потому что он не пытался, вот знаешь, это, кстати, все люди, которые, ой, Ксюшенька, мы тебе подарочки, это вот все, знаешь, и стиво и мудаки. Почему ты так говоришь? Ну потому что, слушай, это такой дешевый способ. Я всегда приходу со сладостями. Это почему-то, ну я сейчас извини, что на съемке. Но это такой дешевый способ понравиться родителям ребенка. Знаешь, такой, типа я, ребю, уйдите, уйдите, уйдите. А тебе разве неприятно? Вот я не могу себе представить, вот я прихожу в гости к ребенку без подарка. Ну то есть, может, потому что я из кавказской семьи, у нас так принято. То есть, ну я вот не представляю. Нет, Ля, ты знаешь, что, например, я, ну так не делаю, если не какой-то праздник. И я не разрешаю своим гостям, даже бабушке, приходить с подарком для Платона. И прямо это запрещено. Ты бабуле около входа отнимаешь подарки? Вот реально так. Ну потому что, это я тоже, кстати, прочитала, и я считаю, что это очень правильно. Потому что ребенок не должен ассоциировать радость с приходом нового человека от подарка. Потому что он так, ну как бы это же все сознание, у него начинает связка происходить, что, ой, как классно, что пришел вот этот новый дядя или тетя, потому что он мне что-то подарит. А у него должна происходить радость просто от человека. Да, и как бы ты не должен приезжать, и ему что-то... То есть это немножко подкуп ребенка. А он должен просто тебе радоваться. Поэтому подарки, это как бы такая вещь, которая должна возникать неожиданно. Не когда там только приходят гости, а там либо праздник, либо неожиданно. Знаешь, что потом будет? Вот он будет уже, начиная с трех, он будет, кто-то будет приходить. Ой, а что ты принес? Ой, не дай бог. Понимаешь? А это почему? И тебе будет казаться, блин, он как будто клянчит. А он не клянчит. У него просто это... Понимаешь, он уже знает. У них же рефлексы, понимаешь? У маленьких детей рефлексы, ну, извините, как у животных. Он знает, а, звонок, пришел дядя, дядя принесет пирожки. Дальше, если дядя пришел без пирожков, он начнет испытывать разочарование. И это, ну, как бы... Мне так интересно на Платона посмотреть, когда он вырастет. Мне тоже интересно. Мне кажется, все пойдет не по плану. У нас к вам, Ксения Анатольевна, последний вопрос. Ничего себе. Ну, давайте. Удивите меня. Мне интересно, какие ее истинные ценности в жизни, если честно. Потому что все, что она делает, как мне кажется, немножко наигранное, на пускное, на публику и так далее. А вот чем она живет как человек, как личность? Вот это было бы мне интересно, пожалуй. Слушай, ну, это такой очень, мне кажется, масштабный вопрос. У нас есть время. Чем вы живете как масштабный человек? Слушай, да ничем, игрой. Понятно, что очень правильно подметила эта женщина, что многие вещи, которые я делаю, это какая-то публичная игра. Но, слушайте, жизнь в каком-то смысле тоже игра. Поэтому мне нравится менять эти образы, маски. Мне нравится играть, провоцировать, смотреть реакции. Для меня в этом очень много настоящей жизни. Поэтому, конечно, есть моменты какого-то интимного характера, слабости, какой-то личной истории. Но, мне кажется, на то она и личная. Ты это открываешь только отдельным людям, в отдельные моменты своей жизни. Спасибо вам, Ксения. Вы были невероятно откровенны. Прямо мановые сразу. Да, вы были прекрасны. Мне очень понравилось с вами беседовать. Ну, здесь традиция в шоу. Человек, отвечающий честно на все вопросы, в конце может задать любой вопрос мне. Я отвечу честно. Ну, по крайней мере, постараюсь. Ты сказала, что интервью, за которое я тебя похвалила, с моей коллегой, которую я тоже хорошо знаю, с Катей Гордеевой, тебе понравилось больше, потому что ты как-то себя расслабленнее чувствовала. И чувствовала, что ты можешь сказать больше за счет того, что на тебя не было нажима. А почему ты некомфортно себя чувствуешь с нажимом? Какая энергия там нажима или спора с тобой тебя разрушает? И почему она тебя, не знаю, вызывает у тебя такое ощущение, что тебе некомфортно? Нажим мне некомфортен, наверное, как к любому не совсем уверенном в себе человеке. А я считаю себя супер, там, местами не уверенной в себе. И любой твой нажим может спровоцировать супер много эмоций тех, которые я бы, допустим, не хотела показать. Или которые чисто я оставила бы для себя, знаешь. Тебя сколько ни жми, как бы не прижимай, ты скала. Ты держишься супер уверенно. Ты прекрасно понимаешь, какая ты. А я, говоря о том, что я выросла за последние два года, не могу сказать, что я знаю точно, вот какая Ида Галич, что вообще из себя представляет. Наверное, поэтому. Ну, мне кажется, Ида классная. И думаю, наши зрители с тобой и со мной согласятся. Спасибо большое. Это была... Это была Ксения Собчак. И к ней больше нет вопросиков. Спасибо. Просто шикарная. Ну, ты вообще правда класс.